Покажу вам сейчас свой заказ, который я заказала. На самом деле, у меня три заказа и три заказа именно долгожданных. Так, первый заказ, что я заказала, это вот такие вот... Это вот такой вот лук жареный, сушеный. Это, знаете, кстати, такая банка, такая хорошая банка. Здесь у нас... Бам-бла-бам. Здесь у нас 190 грамм. Ну, видите, такая банка. А знаете, почему я заказала сушеный лук? Он, этот, как кушаем, да, мы вот, ну, там, в Макдональдсе, ну, эти гамбургеры, там добавляют вот такой сушеный лук. Я из-за этого заказала. По запаху, поэтому я ничего не знаю. Сейчас спрошу у своего ребенка, потому что сейчас только он у нас и на соль, и на запах. Вот, короче, принцип вот такой. Ребенок сказал, это обалденная штука, так что вот такой вот и жареный. Лук жареный, сушеный. Потом я себе заказала это универсальная, универсальная приправа. Здесь ягоды, семян подсолнуха, лен, тыква, кунжут белый, кунжут черный, арахис дробленный. Это для соусов, гарниров и для выпечки. Вот, смотрите, вот она, видите? Получается, посыпаешь салаты, да, или там, ну, выпечку сделал, посыпал, вот, тоже заказала. Девочки, в принципе, это вообще недорого, это, грубо говоря, копейки. Сказать, я сейчас не помню, сколько они стоят на самом деле, но помню, помню, что недорого. И как бы я дорогие не покупаю, потому что, ну, потому что, потому что. И себе тоже, вот, смотрите, что я еще приобрела. Так, что приобрела? Детокс с топинамбуром и свеклой. Это кисель, кисель, вау, я не пью кисель. Это мягкое очищение, защита от сладкого и жирного. Вот, ну, ладно, будем тогда пить кисель. Детокс имбирный, био, легко похудеть, можно есть на ночь. Тоже кисель? Блин, это все кисель, е-мое. А я еще три штуки заказала, гидриты колотить и, ну, это со свеклой. Е-мое, кисель. Девочки, я не пью кисель. Ну, ладно, буду теперь пить кисель. Так, это один мой заказ. Второй заказ. Уже с косметического магазина, так сказать, корейского. Ну, там все-все-все-все, и шампуни, и бальзамы, и маски, и все, что хочешь, там можно найти. Заказала я себе вот такой вот блеск эффект от Estelle. Стоил он, вроде бы, 110 рублей. Это шампунь. Вот, тоже все, вот эти все заказы я очень долго ждала на самом деле. Дальше. Вот такую заказала себе Ледор, 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 да. Это, девочки, знаете, что это сыворотка для волос с кератином. 15 грамм. Средство проникает в структуру волос, заполняет там возникшие из-за привеждения пустоты, а также снаружи. Приглаживает рыхлые кератиновые чешуйки. Ну, и так далее, и так далее. Вот, тоже эта штучка, одна ампула. Надо почитать, насколько ее хватает. Посмотрите, потому что у нее волосы густые. Вот, и насколько может на два раза, может на один раз тоже. Цена около 100 рублей дороговасто. Но мне захотелось попробовать. Ну, и самое главное, и тадам, может кто-то знает, а может не знает. Я видела у одного блогера, девочки, это, знаете что? Это волшебный стакан секрета. В ярком и удобном стакане находится с аше с порцией скраба. У одного блогера видела я вот такие вот скрабы для лица. И я за ними гонялась. У нас нету корейских магазинов. Может где-то и есть, но я не знаю. Вот, это вот такие вот треугольнички. Корея. Фирма, фирма, даже я не знаю. Secret Pur, да, Secret Pur, Clean Powder. Ну, короче, не буду я кривлять язык. Вот такая вот фирма. Не знаю, хорошие они или нехорошие. И, короче, тоже цена у них за, ну, короче, 500 чем-то рублей. Но я вот, верите, так долго за ними гонялась, что я даже и не жалею. Ну, дай бог, чтобы я не пожалела, что приобрела их. И напоследок, девчоночки, что я приобрела себе. Сейчас я вас повыше поставлю. Вот такой вот рюкзак. Он, как камера передает, такой цвет и есть. Блин, я такая рада. Вот это вообще. Заказываю. Я этому очень-очень рада. Значит, значит, сколько он стоил? Ну, мне вышел он. Вышел он. Девочки, знаете, сколько он вышел у меня? С ихной наценкой, да, короче, там 10%. 1100 или 1150. Он у меня вот так вышел. Сейчас, Катюшечка. Вот, короче. Значит, что у нас здесь? Здесь карман. Тоже, что очень кстати. Классный. Намного лучше этот рюкзак, чем у меня был. Ну, он поменьше. Немножко поменьше. Дальше. Вот такой вот огромнейший замок. Я в шоке. Как мне нравится. Смотрите. Это просто фантастика. Внутри карман есть. Сейчас посмотрим. Мне самое главное, что паспорт... Ой, паспорт вообще влезет супер сюда. И вот таких есть два кармашек. Вот они, два кармана. Так. Ой, какая я счастливая. Вот этому заказу я безумно рада. Это мега-мега крутой. Блин. Так, дальше. Ну, естественно, тут два кармана. Что тоже, кстати, удобно. Я сюда ложу, ну, ключи. Как и в том рюкзаке я буду сюда ложить ключи. И сзади. Что у нас сзади? На том рюкзаке я его покупала вообще... Ну, по дешевке, на самом деле. Ну, там за 700 с чем-то рублей. Но качество то было хуже, чем это. Здесь и были ручки вот такого плана. Здесь наполовину. Типа а-ля кожа. Но это не кожа, конечно. Вот. И... Ну, блин, классно. И вот еще замок сзади. Тоже, кстати, что-то положить. Какую-то спрятать денежку. Вот такой у меня заказ, девчонки. Круто. Круто. Вот то, что я себе заказала. Мне нравится. Бомба. Девочки, всем привет. Давайте мы с вами попробуем вот эти... Что я заказала? Мы с вами попробуем вот этот скраб от корейской фирмы. Я уже говорила. Секрет Пур. Так. Так. И я вам уже читала, да? А чего и почему? Так. Скраб с мягкой текстурой деликатно очищает кожу от отмерших частиц, опоры от сальных пробок. За отшелушивание ороговевшего слоя кожи отвечает также АНА, АХ, наверное, БХ и ПХ кислоты. Так. Благодаря которым срезы выполняют функцию пилинга, способствуют обновлению кожи, выравнивают ее поверхность, улучшают цвет лица. Так. Это мы с вами сделаем. Если честно, я уже это делала, потому что я не удержалась и сделала. Так. Где она у меня? Вот такого вот маленького саше, будем так называть, маленького треугольника, хватает на два раза. Реально бомба. Это мы с вами сделаем. Так. Ну, сделаем сейчас чуть попозже. Сейчас я хочу испробовать эту сыворотку. Я хожу и хожу на нее, облизываюсь. Вот. Это фирма Ледор или Лейдор, или как там правильно, я не знаю. Вот фирма вот такая. И вам, конечно, ничего не видно. Фокусироваться мы не хотим. Ну, короче... Давай, фокусируйся. Представляете, какая зараза. Не хочет. Давай. Никак, девочки, не хочет. Мое лицо четко, а вот эта штучка не четко. Ну, ладно. Так. Это у нас сыворотка для волос с кератином 15 грамм. Средство проникает в структуру волос и выполняет там возникшие из-за повреждения пустоты, а также снаружи приглаживает рыхлые кератиновые чешуйки, благодаря чему волосы выравниваются, разглаживаются, становятся более упругими и шелковистыми. Способ применения. После использования шампуня нанести сыворотку на волосы, не касаясь кожи головы. Слегка помассировать волосы для того, чтобы сыворотка впиталась. Можно не смывать в течение 24 часов. Так, я, конечно, не знаю, как на самом деле я буду смывать или не смывать. В принципе, здесь написано, что смывать не нужно. Но, блин, очень-очень плохо. Я постараюсь сделать, если честно, на два раза. Потому что очень мне хочется понюхать запах, но так как у меня сейчас нету этой способности, поэтому я постараюсь использовать половинку, а потом другую половинку, когда у меня появится запах. В первую очередь я хочу сейчас помыть голову. Голову я буду мыть вот этой шампунью. Я тоже уже мыла гею. Мне она очень понравилась. Это из стель, шампунь, блеск, эффект, сияние и гладкость, пантенол, полисахариды для всех типов волос. 300 миллилитров, я уже говорила. Она стоила примерно 120 или 130 рублей. В принципе, вообще недорого. Так, что мою сейчас шампунь, а потом с вами наносим сыворотку. А потом мы занимаемся с вами лицом. Голову я помыла. Вот так. И сейчас будем с вами сыворотку, да? Или нет? Или голову, или лицо? Что-то я, короче, неправильно сделала. Я неправильно сделала. Чтобы потом волосы не мочить. Так, я сейчас пока в полотенце. Голову я уже помыла. Мы сейчас с вами очистим лицо пенкой, а потом нанесем скраб для лица и посмотрим, какой эффект будет от этого скраба. На влажное лицо. Так, выдавливаем скраб. Было написано, что должно быть влажное лицо. Так. Вот такая штучка. Вот столько вот мало, но она очень хорошо распределяется. Вот. И погнали. Что-то я, наверное, очень это лицо сильно, ну, сильно вытерла. Надо было немножечко оставить в водичке. Ну, в принципе, неплохо. Все. Лицо я помыла. Проскрабировала корейским скрабом. Девочки, это нереально. Это нереально классная штука. Если у вас где-то есть корейские магазины и продаются... Ну, они, может, разные фирмы, не знаю. Ну, у меня я пока попробовала секрет рум, пум, пом, пум. Короче, вещь обалденная. Лицо мега крутое. Оно очень мягкое. Такое, знаете, нежное-нежное, шелковистое. И знаете, аж лицо до скрипоты, оно видно, что оно очищенное. Это нереально. Это нереально круто. Если вы увидите такие скрабики, да, они небюджетные. Серьезно, они небюджетные. Но, грубо говоря, если по одному брать, даже попробовать, там, ну, может, цена будет до 50 рублей. Может, 30, 50, 40. Ну, я так примерно утрирую. Здесь у меня, здесь стаканчики 12 штук. Я давала, да, говорила, 500 чем-то рублей. Когда, конечно, скопом, это дорого. Но когда по одному, мало ли, увидите. Возьмите, не пожалеете. Это, на самом деле, классно. Так, ну, давай теперь пробуем мы эту сыворотку. Сыворотку я попробую не смывать. Ну, как написано, 2-4 часа. Получается, она у меня будет до... Ну, короче, до завтрашнего утра. Так, надо оставить, чтобы мне понюхать же, правильно? Вот такая вот консистенция. Вот она белого цвета, не очень жидкая. Разделим на две части. Если честно, пока никакого эффекта я не увидела, да. Я думаю, что запах вообще бомбовский. Я почему-то мне так кажется, что запах невероятный. Так, я сейчас пойду посушу челку. Ну, и смывать не буду. Если мне эта сыворотка понравится, я посмотрю, как она за целый день себя ведет. Вот, наверное, я не пожалею деньги. Я закажу эту сыворотку, да. Блин. Как плохо, что я не слышу, как она пахнет. Наверное, нереально. Нереально волосы пахнут от этой сыворотки. Так, и посмотрим, как она будет себя вести. Сейчас волосы высохнут, потому что я сейчас ничего не чувствую, что они там мягкие. Нет, а руки, да, вот кажется, что вот, знаете, вот мягкие. Ну, как вот бальзам. Вот, ну, и посмотрим, как высохнут волосы. И будет мягкие ли волосы шелковистые. Так, девочки, какие у меня планы? Сейчас у меня муж уехал на работу, Макс, попросила взять Катюху, пойти покормить уточек, потому что, чтобы немножечко мои ручки развязать, я что хочу? Я сейчас все дома поубираю. Приготовила уже борщ. Ну, как поубираю? Постельное белье мне надо поменять. Так, я уже приготовила борщ, и хочу приготовить я крем-суп грибной. Грибной крем-суп. Вот, так что мы с вами сейчас приготовим крем-суп. Надеюсь, будет очень-очень вкусный. Вот, хотела сделать еще жульен, но Макс говорит, мам, давай завтра сделаем жульен. Ну, давай, если что, можно отварить вечером вермишель с сосисками. Вот, и крем-суп очень мне хочется. Ну, и, в принципе, вот и все вот такие вот на сегодня у меня планы. Сейчас я все подготовила уже на крем-суп. Взяла я грибы, у меня здесь полкило, но я буду делать половину, потому что половина пойдет на жульен, и она всего, скорее всего, жульен я буду готовить завтра. Прошу прощения за звук, мои уже вернулись. Катюха все в коридоре смотрит мультики. Дальше мне понадобятся две картошки и один лук. Что я делаю? Сейчас я в кастрюлю нарежу кубиками, ну, произвольными, потому что все равно мы будем, да, это я буду бундрить, поэтому слишком заморачиваться не буду с картошкой. Можно, сделаю я покрупнее. Вообще, я первый раз буду готовить такой грибной крем-суп. Я ела один раз, мы делали с мамой тыквенный крем-суп. Было вообще обалденно. Ну, очень было вкусно, мне понравилось. И больше я не делала, честно, не делала я никакой крем-суп. И сейчас что-то захотелось, потому что я купила грибы, и они лежат. Чего лежат? Ну вот, решила попробовать крем-суп. Сегодня я Максу говорю, говорю, Макс, сделай. Он говорит, мам, давай сделай. Так, картошку я режу. Наливаю литр воды. У меня в стаканчике 450. И еще 100 грамм. Ставлю, чтобы сварилась картошка, поставлю на быстрый огонь. Беру сковородку. Так, включаю. Режу лук. Девочки, что хочу сказать по поводу сыворотки своей, да, которую я сделала. Это мега круто. Это бомбическая сыворотка, на самом деле, классная. Мне очень понравилось. Я закажу уже полноразмерный вариант, потому что реально волосы мягкие, шелковистые, блестят, просто крутые. Так, что делаю я дальше? Сковородка пока у меня накрывается. Я сейчас буду резать лук кубиками. В принципе, мне кажется, тоже лук можно порезать, как хочешь. Все равно он пойдет, ну, измельчаться будет. Поэтому тоже, наверное, заморачиваться не буду мелко. Порежу, ну, так, крупные кубики. Сковородка моя разогрелась. Беру масло, наливаю туда масло. Высыпаю лук. Так, и грибы. Сейчас я нарежу грибы. У меня взяла я мисочку. Сейчас туда я сразу нарежу грибы, да, чтобы не стоять без дела. Грибы тоже не буду заморачиваться. Буду резать на четыре части. Вот. Все равно это будет все измельчаться. Девочки, какие у нас еще новости? Меня эта новость очень-очень порадовала. Мне кажется, вы эту новость и это тоже слышали. У нас отменили визовый режим. Цифровые пропуска у нас в Московской области обменили. Это здорово. Это хорошо. Так, сейчас огонь убавлю. Хоть можно уже выйти, да, но, опять же, сказали... Сказали мне... Ой, сказали мне гос. Да, персонально позвонили и сказали. Соловьевка Викторовна. Ради вас отведили. Нет, этот... Что я хотела сказать-то? Конечно, еще магазины не открыли пока у нас. Но уже можно выйти куда-то с ребенком и не бояться. Ну и сказали, что... Ну, скопление, да. Ну, опять же, еще это скопление нельзя. Вот. Ну, уже спокойно можно выйти. И знаешь, что тебя уже никто не остановит, ничего не потребует. Вот. Так что, блин, как классно. Этому я вот реально-реально рада. А Руслан мой говорил, он привык, он у меня на грузовой машине работает. И когда был визовый режим, конечно, мотались они, будь здоров. Но я имею в виду без пробок, да, быстро. Дик-дик-дик, и он уже дома. А так уже пробки, ну, уже начали пробки быть. Так, сейчас я порежу грибы. Грибы я порезала. Вот столько у меня грибочков получилось. Ну, тут, наверное, грамм 200-250. И оставила вот на жульен. Я, ну, уже их резать не буду. А может и порежу. Сейчас пока быстренько, пока все готовится, я их порежу, чтобы завтра на жульен. Или не надо? Лучше не надо, да, наверное? Так, ну, короче, так оставлю, в пакет сложу и завтра на жульенчик. Так, грибы я высыпаю уже к луку. Огонь сделаю погромче, посильнее. Картошка моя закипела. Так, сейчас я сниму от картошки пенку. Уже вообще кипит. Я сейчас солить ничего, ни перчим не солить не буду. Ни грибы, ни картошку. Уже когда я соединю грибы с картошкой, да, ну, и проварились, тогда уже и проперчу, и посолю. Смотрите, какая вкусняшечка. Жарится, жарится. Картошка моя пыхтит, варится тоже. Вот это красивое зрелище. Обалденно. Так, девочки, буду я кричать, потому что Катя моя смотрит ТикТок, а Ютуб может меня задрын-дрынать сделать, потому что там запрещенная музыка. Так, картошка моя уже, ну, как бы она у меня варится, она уже у меня сварилась наполовину. И я добавляю грибы, уже грибы. Они уже пожарятся, ну, вместе с картошкой. И как раз я сейчас посолю, поперчу, и как раз доварится у меня моя картоха, и буду я выключать. Девочки, к сожалению, у меня нету комбайн, ну, блендера, то есть у меня нет блендера, у меня есть комбайн, где я делаю смузи. Сейчас, короче, суп я буду делать здесь. Девочки, получается вот такая консистенция. Сейчас еще я доливаю. Так, у меня 200 грамм сливок, 10-ти процентные. Наливаю вот сюда вот 200 грамм сливок, перемешиваю и еще раз прогреваю. И все, наш суп, пюре-суп грибной готов. Субтитры сделал DimaTorzok Вышла на улицу, потому что Катюхин этот граммофон гудит, будит. Поэтому, если вдруг, когда я готовлю суп и будет музыка, да, это значит, меня YouTube, ну, не дает монетизацию, поэтому будет музыка моя. Ну, дай бог, чтобы все пропустили с моими словами. Ну, просто имейте в виду, если вдруг что-то, поэтому мне сейчас пришлось выйти на улицу, с вами попрощаться. Спасибо вам огромное, что вы у меня есть, за вашу поддержку, за ваши комментарии. И, блин, огромное-огромное от души я вам говорю спасибо. Со мной, на самом деле, все хорошо, я жива, здорова. Спасибо за ваше беспокойство. Вот, поэтому увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться, если хотите, на мой Instagram, на мой кулинарный канал. Так что жду вас там. Все, всем пока. Увидимся в следующем влоге. Пока.